У меня есть, мы зачипили Луну, и еще есть вопрос. У меня есть подозрение, что все-таки наша Луна полностью уже захвачена другими телевизациями, и нас туда ни в коем случае не отпускать. Смотри, есть официальное международное законодательство, и, наверное, с этим знакомо. Что у нас можно хоть Россия с Америкой может засыпать друг друга ядерными бомбами, нормально. Но на Антарктиде и в космосе взорвать ничего нельзя. Вот проверь это дело. Есть международное соглашение, что там ни хранить, ни взрывать нельзя. Вот просто нельзя. Возникает вопрос, почему? Почему? Мой ответ такой, что на Антарктиде хранятся, то есть этот континент просто замерз, и там хранится много технологий, много всего интересного. А в космосе боятся сбить ту или иную тварь, которая колесят между Землей и Луной быстрее, чем на наших всех трассах, наверное, на месте взятое. Причем, смотри, это и мои союзники. Возьми секреты Антарктиды, чтобы немцы туда отправили оборудование. Новый шмот. Новый шмот. От флота, по-моему, одна лодочка осталась. Там ты в сумасшедший дом угодил командующей в Севшуке. И это только-только вот ты в 80-х раз и критили. Так вот, что касается наших лун. Фата была полностью искусственной луной. Изначально созданной. Здесь она изображена в виде такой вот штук. А наша луна, которая есть, изначально описывается, что она была природной. Но 8 тысяч лет назад на нее спустились серые. И там они начали ее обживать. Насколько я понимаю, на данный момент там уже все проедено. И там этих тварей уже живет. Увидео, что когда американцы опустились на этот, походили, взяли образцы и взлетели. И когда они уже летели домой с гостей или это... Запись, что они говорят, а это не наши, там, чьи это. А здесь у нас посторонние объекты. То есть... Есть и это. Есть фотки луны разные, что нас рассекретило. Луна обжита там так, лучше, чем земля, наверное. Вот, пожалуйста, в Одесской области, я в некоторых селах был, они уже опустошенные. Причем ни войны, ничего, просто люди покинули, переехали в город. А луна вся там, везде что-то есть. Причем есть еще старинные шумерские всякие картинки. Допустим, дракон с луны летит. Или изображено несколько фигур на фоне лунного риска. Или описано конкретно, что это там пришли от бога Сина. Син по шумерской мифологии – это бог луны. То есть, все это есть. Ведах наших есть об этом указание. Все-таки земля является заповедником, где нас не трогают. Правильно? Нет, это инкубатор, где над нами наблюдаете, проводите эксперименты. Я вообще на это все смотрю. И вот смотри, обычно, это и Захарий Сичин об этом писал, это и археологи такие подтвердят, что у нас раз где-то в 3,5 тысячи лет золото с земли уходит. Вот по археологии, если ты захочешь что-то отследить, ты можешь это четко отследить. Вот, допустим, 2 тысячи лет назад золото находят. А вот ровно 3,5 тысячи лет назад – ноль золота. Нет в словах отложений. Дальше опять 5 тысяч лет назад – куча золота. 6, вернее, там около 7, опять ноль золота. Это связано, очевидно, с циклами Нибиру. Что она подходит, и аннунаки приходят и говорят, давайте нам все. Да, 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 почему с покон веков добыча золото идет, 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 идет. А оно тут дорогое, дорогое, дорогое. Идея на суде надо. В Советском Союзе месяц добивал 5 тонн. И вот смотрите, когда, допустим, 36 тысяч лет назад у нас была мощная держава, там гиперборейский князь Промысл, он победил князя Азии. Мы все было мощно, хорошо, пришли на веревицы, ну, жители Нибиру. Сказали, можно у вас купить, мы вам даем это, вы нам давайте то. Он говорит, ладно, берите и пошли. Раньше около того. Потом они приходили, нас просто грабили, банально. А сейчас шо? Я не понимаю, почему они сейчас не прошлись по нашим городам, как это было раньше. Значит, для меня единственное логическое объяснение, что серые, с ними заключили какой-то союз, и чем-то их напугали, что типа не лезьте, мы вам сами золото отдадим. Но ведь у людей остались золотые цепочки, остались золотые серги, куча золота осталась. По идее, на веревицы могли бы все равно спуститься и все это востребовать. По какой-то причине серые им этого не дали. А то, что скинул мне видео, что до 12 годов, то, что вся галактика перешла на более высокие вибрации, что показывало, что армады инопланетян стали возле Солнца. Да они нам постоянно циркулируют. Нет, так вот именно за все столетия, что не одна планета перешла на высокие, а вся галактика. Звездные врата Вселенной, а кто смотрел? Я, полностью серии. Вот. Помнишь, там показан корабль, который залетает в Солнце и питается от Солнца? Угу. Вот они у нас там, Солнце летает, там с такой скоростью, что Господи, по-не-по-не-по. Это НАСА все снимает, и то такой объект, то другой объект, там всякой формы, всякого вида, то есть можно уже каталог писать.